Ну, сегодня 21 год вступления Путина в должность, первый раз, когда он вступил в должность президента Российской Федерации. И когда рассказывают, что там Путину на что-то не хватает времени, у него там нет времени. Вот еще надо чуть-чуть подождать. Сколько же подождать? 21 год. Уже есть, да? Сколько еще надо подождать? Еще 21 год. Или 221 год еще подождать? Гнать надо ровно через 21 день. Если человек, то уж сразу видно на посту. Да, что делает человек? 21 день. 3 недели прошло, нет перемен. Нахер. Нахер. Сразу, понимаете? Другого разговора быть не может. Сейчас, тем более, информационный мир. Вот такие люди, у которых нет компьютера, интернета, которые не имеют представления, в каком веке они живут. Да, они совершенно не нужны. А уж такие вороватые, подлые, мерзкие, тем более. Рогозин назвал возможную дату падения на землю неконтролируемой китайской ракетой. Рогозин вообще просто молодец. То есть, то они говорят, что она не упадет на Россию. Теперь вдруг он понял, какую глупость они сказали. И начал выруливать назад. То ли Мальцева не слушают, то ли еще еще. Начал рассказывать, что пока неизвестно, куда она упадет. И упадет она 8 мая. А может и не 8, а может 9 она упадет. А зачем называть срок, если неизвестно. Упадет она 8 мая. Можно будет уточнить место падения за несколько часов только. Но это не Россия. Это опять не Россия. Если на Россию упадет, то Рогозин тогда выгонять надо незамедлительно. Жириновский пригрозил применять вооруженные силы Российской Федерации против Запада. Но он резвится. Перед выборами резвится. Запад разбомбить обещает. Антисемитские какие-то высказывания задвигает. Любого другого за это уже по 282 припекли. А он нормально себя чувствует. И вся долпа аплодирует. Сейчас пойдут за него голосовать. Потрясающе. Самые главные антисемиты России. Они смотрят. Ватники пробитые. Они смотрят Соловьева. Наслаждаются. И голосуют за Жириновского. Это парадокс русского дурака. Ваньки. Вот этого ватного. Это жесть. А Жириновский сейчас, я думаю, будет зажигать. Ему скажут. Ну, в смысле, не скажут. Он скажет. Видите, у вас все плохо. Так что я сейчас буду зажигать, чтобы хоть каких-то людей на выборы собрать. Такое сейчас вы подслушаетесь от него. Во! Просто будет жесть. Не исключено, что перед выборами и самого Путин будет критиковать. Я вполне допускаю, что какие-то вещи будет задвигать. Я говорю, Слава, ну, а они все там кокаинисты. Вы знаете, я был всегда убежден. И мне всегда говорили, да. И видно было, что они там как-то не в себе. Ну, столько времени они не в себе. Ну, у нас же можно столько времени сидеть на чем угодно. На коксе, не на коксе. Они бы уже давно все произошел. Дефект личности остались бы. Хватательные, глотательные рефлексы. У них, конечно, они хорошо развитые. Хватательные, глотательные. Но у них кроме этого еще что-то остается. Поэтому я даже не знаю. Ну, после их поражения, я думаю, что мы выясним все. Продолжение следует...